В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Совсем скоро самая большая планета Солнечной системы, Юпитер, раскроет перед нами, землянами свои секреты. На днях орбиты газового гиганта достиг космический аппарат НАСА Джуна, ну или же по-русски Юнона. Ракета-носитель Атлас-5 с исследовательским аппаратом на борту вылетела с мыса Канаверал в 2011 году. Юнона двигалась к цели с невероятной скоростью – более 250 тысяч километров в час. При подлете к Юпитеру аппарат включил двигатели для маневра торможения, чтобы гравитация планеты поймала его. В итоге Юнона успешно вышла на заданную орбиту и была развернута в направлении Солнца, чтобы ее батареи получали достаточной энергии для работы всех систем. К слову, это уже второй зонд, отправленный к Юпитеру. Первый аппарат «Галилей» был запущен еще в 1995 году. Но разработчики не учли радиационное воздействие Юпитера. Многие системы зонда были повреждены, и «Галилей» не смог выполнить всех поставленных перед ним задач. Именно поэтому нынешняя Юнона, по словам инженеров, защищена как бронированный танк. Это по-настоящему массивный космический аппарат размером примерно с баскетбольную площадку. В течение следующих 20 месяцев Юнона совершит 37 полных облетов вокруг Юпитера и выведает самые сокровенные секреты этого газового гиганта. Среди них, например, будут данные о том, как образуются такие планеты, как Юпитер, и имеют ли они твердое ядро. Кроме того, аппарат составит карту магнитного поля планеты, измерит уровень содержания воды, кислорода и аммиака в атмосфере, а также будет вести наблюдение за полярными сияниями. После завершения всех основных поставленных задач, НАСА планирует сбросить Юнону на поверхность Юпитера. В новой операционной системе Apple для мобильных устройств iOS 10 появится возможность стать донором органов. Об этом говорится в совместном заявлении компании и благотворительной организации Donate Life America. Пока расстаться с почками и другими внутренностями предлагают только жителям США. Зарегистрироваться в донорской программе и завещать свои органы в случае смерти можно будет через штатное приложение «Здоровье». Отмечается, что сама регистрация займет всего пару кликов. Личные данные пользователя поступят в национальный регистр доноров органов, которым как раз управляет Donate Life America. Глава Apple Тим Кук считает, что данная инициатива поможет хотя бы частично решить проблему дефицита донорских органов в США. По его словам, задуматься о подобном сервисе компанию заставила смерть ее основателя в 2011-м. Напомним, Стив Джобс долгое время ждал пересадки печени в связи с заболеванием раком. В 2009-м Кук помогал ему управлять компанией, когда тот взял отпуск, дожидаясь трансплантации. В завершении выпуска наша рубрика видео. Французский электронный дуэт Casius выпустил клип, где в реальном режиме можно переключать актеров. Интерактивное видео на трек The Missing доступно только на специальном сайте casius.themissing.com. Ролик представляет собой серию сцен с поцелуями, в которых можно менять исполнителей ролей. Для этого достаточно просто кликать по героям мышкой. Для создания такого интерактивного видео была проделана кропотливая работа. Авторы многократно отсняли одни и те же эпизоды с разными исполнителями. При этом движения героев и камеры были полностью синхронизированы, так чтобы при переключении персонажей создавалось впечатление, что зритель продолжает смотреть один и тот же клип. К слову, менять актеров можно как во время воспроизведения, так и в режиме паузы. Стоит отметить, что группа также выпустила и обычную версию клипов, в которой герои тоже постоянно меняются, но уже без участия зрителя. На этом все, смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи!